Привет и добро пожаловать на канал Информ ТВ. Первый раз актер Алексей Баталов встретился с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко в 53-м. Это произошло случайно и после встречи они расстались на долгие пять лет. Но на небесах все уже было решено и Алеша с Гитаной две половинки одного целого. Гитана родилась в Москве в 35-м. Ее папа русский, а по маминой линии имелись цыганские корни. Родители были цирковыми артистами, поэтому с девяти лет она начала выступать на арене. Сначала показывала пластические этюды, но к 15-ти годам стала выполнять умопомрачительные танцевальные трюки на лошадях. Попасть на выступление фантастически красивой принцессы Гитаны было сложно, билеты раскупались еще до того, как их доставляли в цирковые кассы. Баталов был на 7 лет старше Гитаны. На момент знакомства с ней он состоял в браке с первой супругой Ириной Ротовой. Они знали друг друга с детства, вместе росли и поженились сразу после школы. Алексей и Гитана познакомились в Ленинграде. Он приехал сюда, чтобы сниматься в фильме «Дело Румянцева». Она находилась здесь на гастролях. Когда Баталов увидел хрупкую наездницу с огромными глазами, то сразу понял, что пропал и впервые забыл об оставшейся дома жене. А для Гитаны это тоже была любовь с первого взгляда. Они встречались в перерывах между его съемками и ее выступлениями. Радовались, когда выкраивали часок-другой для прогулок по питерским улицам. А потом Алексей признался Гитане, что женат. Она ушла и коротко сказала «Не догоняй». Влюбленные расстались на долгие годы. За это время у Баталова с женой родилась дочь Надя. Потом он ушел из семьи и встречался с балериной Олей Заботкиной. Но сердце и мысли были заполнены Гитаной. Она тоже успела закрутить роман с молодым актером, которого учила верховой езде. Не выдержав душевных страданий, Алексей рассказал любимую, сказал, что теперь свободен и предложил попробовать начать все сначала. В 1963 году они сыграли скромную свадьбу. Оба много работали, пока не появилась на свет дочь Маша. В результате врачебной ошибки девочка родилась с ДЦП. Гитана навсегда оставила цирк и полностью посвятила себя семье. Несмотря на осуждение и кучу недоброжелателей, счастливые супруги прожили в любви 54 года до самой смерти Алексея Баталова. После этого было много скандалов по поводу наследства. К счастью, сейчас уже все устаканилось. Пожелаем красавице Гитане всего самого наилучшего и здоровья. Если вы помните советского актера Алексея Баталова, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!